Насадить наживку на крючок, забросить в воду, а потом, не отрываясь, смотреть на поплавок, пытаясь разглядеть его малейшие колебания и ждать поклёвки. Не каждый мальчишка выдержит многочасовые наблюдения за неподвижной водной гладью реки, иногда стоя по колено в воде. Но для Миши Носова рыбалка стала неотъемлемой частью жизни. Рыбалка мне нравится, потому что это очень увлекательное и интересное занятие. Когда нечего делать, можно просто пойти на речку с удочкой и сидеть. Миша – рыбак уже в третьем поколении. Его отец Сергей тоже любит посидеть с удочкой на берегу и привил эту любовь к сыну. Вместе они просто рыбачат, участвуют в соревнованиях и даже на тренировку Сергей пришёл поддержать сына и помочь советам. С детства он со мной постоянно ездит в рыбалку, ему нравится. Без него мы с ним и на Ахтубу ездим, и так вот в ближайших речках ловим. Ему очень нравится. Но личного опыта и умений родителей порой бывает недостаточно, чтобы похвататься достойным уловом. И открывшаяся школа юного рыболова даёт мальчишкам основательные теоретические знания, которые потом отрабатываются и закрепляются на практике. Выходим на водоём, пытаемся поймать рыбу в разных вариантах, то есть с прикормкой, без прикормки, одна насадка, другая глубина и так далее. На одной из таких тренировок ребята по чётким руководствам преподавателей отрабатывали донный способ ловли на поплавочную удочку. Перед тем, как закинуть крючок, профессиональные рыбаки напомнили детям основные моменты теории ловли донной рыбы под лещикой и плотвым. Как искать рыбу, на каких уровнях, что называется, то есть чем её привлекать. Ребята успешно справились с поставленной задачей и умело подсекали клевавшую рыбу. Добытые трофеи мальчишки демонстрировали педагогам и родителям и отпускали в воду. В ближайших планах у воспитанников школы юного рыболова поездка в Кулебаке на соревнования.